Девушки отдыхают Здравствуйте! В эфире информационная программа «Отражение». Мы расскажем вам о главных событиях, произошедших на Черноморском флоте и в Севастополе за минувшую неделю. Сегодня в выпуске. Севастополь Только в этом учебном году он прошел почти 6000 морских миль. Совсем недавно экипаж БДК вернулся в главную базу «Севастополь» из дальнего похода к берегам Италии. В море черноморцы тоже не отдыхали. Ежедневно в ходе специальных тренировок и учений экипаж совершенствовал свои навыки и морскую выучку. Репортаж Андрея Мацкевича. Переход десантного корабля «Цезарь Куников» к берегам Италии – первый этап похода. Успешно преодолев Черноморские проливы, экипаж приступил к подготовке основных мероприятий визита. Салютные пушки проверены. 21 залп из этих орудий называется салютом нации и выполняется при официальном заходе корабля в порт. Вслед за комендорами на палубе начинается репетиция оркестра. Оркестр – визитная карточка черноморцев. Именно музыканты задают ритм всем торжественным и праздничным мероприятиям в Мессине, посвященным открытию памятника русским морякам, пришедшим на помощь итальянцам, пострадавшим от чудовищного землетрясения. Михаил Пресцов – матрос срочной службы. Такие же русские парни, рискуя собственной жизнью, разбирали завалы и спасали раненых. Михаил – рулевой корабля. Кроме вахты он расписан в почетный караул, где ежедневно оттачивает воинские ритуалы. За год он успешно освоил специальность и побывал в разных странах. Побывали в Болгарии, в Греции, много где побывали. За два дня торжественных мероприятий черноморцы приняли участие в открытии бюста Николая II в Таурмине памятнику русским морякам в Мессине. По просьбе мэра города Риджи де Калабрия фонд Андрея Первозванного подготовил и торжественно открыл памятную доску в честь подвига русских моряков. Этот город находится по другую сторону Мессинского залива на материковой части Италии и тоже серьезно пострадал во время землетрясения 1908 года. Всего русские моряки оказали помощь почти 2500 пострадавшим. Случались и совсем трогательные истории. Матрос крейсера Адмирал Макаров спас из-под руин девочку. Оставшись сиротой, Джованна сильно привязалась к нему и боялась отпускать его руку. Возможно, именно эта история послужила сюжетом для создания мемориальной доски, открытой в парке Риджи де Калабрия. Установка этого памятного знака – еще одна веха в истории дружбы России и Италии. Огромное количество людей думало о том, что это должно быть, мечтало о том, что это произойдет. И потом к ним приходят и говорят, вот есть такое предложение. Посмотрите, объединились и просто-напросто общественная организация. Таких, наверное, много в нашей стране. Но и мы считаем, что нас объединяют такие цели, которые созвучны всем. Посмотрите, с нами вместе МЧС сегодня, значит, сегодня с нами вместе флот, с нами вместе представители другой общественной организации. Это все происходит только в том случае, когда люди не чинятся, не определяют, кто важнее, кто главнее, а когда они просто хотят сделать общее дело. Вот тогда это и происходит. То же самое и с итальянцами. Они сто лет тому назад подписали решение о том, что памятник поставят. Вот сейчас поставили. В составе представительной российской делегации, прибывшей Мессину для открытия памятника, государственные и общественные деятели, представители духовенства и командования ВМФ, а также лауреаты ежегодной премии фонда Андрея Первозванного за веру и верность. Среди них и адмирал Игорь Владимирович Касатонов. Россия, в общем-то, далеко от Италии, далеко от Сицилии. Но вот та бескорыстность, тот русский дух, русская душа, которая в значительной степени оказалась, в максимальной степени готова оказать любую помощь, вот она проявилась в наших простых русских матросах, кондукторах, в наших славном офицерском корпусе, в адмиралах. Поэтому, конечно, это вот свойственно нашему русскому народу. И такие подвиги совершали и советские моряки, я помню, оказывали помощь после землетрясения на Маврики и моряки, тихоокеанцы. Ну, было много другого. Поэтому, конечно, мне очень приятно как моряку, вот, вспомнить вот этих всех моряков, командиров, эти корабли, и тоже вместе с итальянским народом вынесем большую благодарность. Для большинства матросов подобный поход не только, школа морского мастерства и хорошая возможность посмотреть Италию, познакомиться с достопримечательностями Сицилии, но и почувствовать гордость за страну, которую ты представляешь. Видно, что подвиг 1908 года, он не прошел незамеченным, что люди помнят, что люди чтят. Само открытие памятника русским морякам в связи с тем, что это совсем другая страна, что прошло больше ста лет, это само по себе большое событие. И мы пришли, нас встречают, нас сопровождают, нас провожают, нам улыбаются. Приехали высшее руководство, приехало местные жители. Это очень удивительно. Покинув гостеприимные сицилийские берега, большой десантный корабль «Кунников» взял курс в Севастополь. Во время перехода экипаж ежедневно совершенствовал свои навыки. Вслед за учебной тревогой по противовоздушной обороне звучат сигналы для тренировки пожарных расчетов. Открытое море словно бескрайний полигон, где вполне можно потренироваться в стрельбе не только из различных типов стрелкового оружия, но и ручного гранатомета. Выстрел! В открытом море мы не выбиваемся из плана боевой подготовки. Понимание с командованием корабля у нас достигнуто. И согласно плану боевой подготовки, точно так же, как и на берегу. Несмотря на то, что корабль в море несет постоянное боевое дежурство, праздничный день отличается от повседневного. Пока утром на Камбузе главный кок готовил праздничный обед, в кают-компании накрывали столы, экипаж корабля на главной палубе собрался на торжественное построение. Поздравляю вас с Днем Независимости Российской Федерации! Ура! В День России на Цезаре Кунникове состоялся праздничный концерт, в котором прозвучали хорошо знакомые морякам мелодии и песни в исполнении оркестра и членов экипажа. Завершился этот день организованным праздничным купанием. Подводя предварительные итоги похода, командир соединения десантных кораблей, капитан первого ранга Алексей Комаров подчеркнул. Моря не любит шуток, поэтому то, что это состоялось, это уже положительно. То, что мы возвращаемся, это в два раза положительнее. В целом можно оценить действия экипажа как подготовленного экипажа, а реальную оценку действий этого экипажа оценят уже последующие выходы корабля моря. И каждый выход является продолжением и совершенствованием к основной задаче этого года, как ПАС-2012. За две недели, проведенные в море, экипаж корабля выполнил большой комплекс боевых упражнений и получил хороший опыт решения задач. Пройдено более двух с половиной тысяч миль. Черноморцы продемонстрировали отличную выучку и с достоинством представили военно-морской флаг России в Италии. В Севастополе побывала дочь главнокомандующего ВМФ СССР, дважды Героя Советского Союза, адмирала флота Сергея Георгиевича Горшкова. В рамках своего визита Елена Сергеевна встретилась с командующим Черноморским флотом и посетила гвардейский ракетный крейсер «Москва». Родной и любимый город. Только так называет Севастополь Елена Сергеевна Горшкова. В последний раз она была здесь в 2002 году на праздновании Дня военно-морского флота. На этот раз в город русской морской славы она приехала вместе с внучкой. Мне хотелось ей все-таки показать, что такое родной Севастополь, который бабушка здесь, так сказать, родной город, колыбель детства. И чтобы она впитала какое-то настроение, которое мы, в общем-то, испытываем всегда по отношению к этому городу и продолжила наше дело. Для Елены Сергеевны Севастополь действительно родной. Здесь она родилась, училась и окончила школу с золотой медалью. Сейчас он мне больше стал напоминать уже город моего детства. Вот он красивый снова, чистенький, моряки ходят подтянутые, вот эта пропала расхлябанность, понимаете, вот этот рынок на улицах пропал. Я очень довольна и, так сказать, большая благодарность нашим севастопольцам и руководству, и флоту, и городу, что они все-таки в лихие годы устояли и не потеряли честь и достоинство этого легендарного города. Если Севастополь Елена Сергеевна посещала 10 лет тому назад, то на палубы военного корабля наступала, будучи еще маленькой девочкой. Дочь легендарного главкома побывала на борту флагмана Черноморского флота. На корабле не была. На корабле я последний раз была где-то в 70-х годах, когда был главком мой отец Сергей Георгиевич Горшков. Вот тогда я на кораблях была. И вот по прошествии стольких лет я с большим, так сказать, ну даже волнением и интересом, и каким-то вот восторгом вот нахожусь на палубе военного корабля. К Черноморцам Елена Горшкова приехала не с пустыми руками. В дар морякам-гвардейцам она привезла книгу о жизни и службе ее отца. Очень много я раздала книг, но пока я вам, так сказать, получаю, вы читайте эту книгу. Она просто, вы знаете, кладезь, так сказать, хороших очень советов для моряка и примеров. Это не последний визит Елены Сергеевны в город-герой. Уже в конце этого года она вновь посетит Севастополь и примет участие в освещении и открытии после ремонта Владимирского собора, усыпальницы прославленных русских адмиралов. В драматическом театре имени Бориса Лавренева премьера. В канун 71-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны на флотской сцене прошел спектакль «Не покидай меня» по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева. Известная драматическая баллада – дань памяти артистов театра женщинам, кто с оружием в руках защищал Отечество от врага, кто пал на полях сражений и кто выжил в самой страшной войне 20-го столетия. Репортаж Марии Егоровой. Они мечтали о любви и счастье, трогательные, непосредственные, юные. Они желали познать саму жизнь и жаждали жить, но случилось непоправимое. Четыре вчерашние школьницы, совсем еще девочки, попали в самое пекло войны. Они видели кромешные ужас битвы, теряли близких и друзей, с поломанными судьбами, израненными душами. Они шли на смерть, чтобы мстить, чтобы победить. В этом спектакле мы постарались показать даже не войну и пафос победы, а скорее душевные переживания тех, кто в этой войне жил, не воевал, не боролся, а жил. Это пять лет жизни каждого человека. Ну, кому сколько там выпало, кто сколько успел прожить. И показать, что это были люди, такие же, как мы, вот такие же девчонки, как мы, такие же ранимые, такие же простые, такие же женственные, которым хотелось и платье одеть, и туфельки. И в то же время люди, вот эти люди войной опаленные, в них уже ярость, она не горячая, не как мы привыкли в кино видеть, там, ура, и побежали. А она в них холодная, она в них как решение, как принятое однажды и навсегда решение, решение победить. Пьеса известного белорусского драматурга Алексея Дударева практически документальна. Автор изменил имена главных героев и, возможно, придал яркости их характерам. Действие происходит в 1944 году, перед началом белорусской наступательной операции. Фронтовик-разведчик получает под свое командование спецразведгруппу из четырех бойцов для подготовки и выполнения особо важного задания. Но этими бойцами оказываются четыре юные девушки. Именно они должны быть заброшены в тыл врага, чтобы ценой своей жизни обеспечить успех операций советских войск. Дударев, он такой автор, который пишет современным языком о том времени. И вот чего больше всего мне понравилось, это вот тот самый язык. Там очень много у него в языке и в пьесе, в самой юмора. Очень много, где он предлагает такие неожиданные вдруг выходы и положения из ситуации. То, что вот мы сделали, это нужно зрителю посмотреть. И мне кажется, все-таки он не будет разочарован. И не будет он очень трудно его смотреть. Может быть, слезы будут, да. Но мы на это и рассчитываем. Будет и слезы, и слезы радости тоже. Поэтому вот поэтому мы эту пьесу и взяли. Роль командира разведгруппы Вероники Кремниц изумительно исполнила артистка театра флота Светлана Кравченко. Актриса буквально растворилась в своей героине. Ей не просто веришь. Вместе с ней чувствуешь, страдаешь, испытываешь боль и не сомневаешься в победе. К слову, это первая главная роль артистки Кравченко. Представьте себе за 16 лет работы в театре. Хочется спросить, куда же вы, режиссеры, смотрели? Или не замечали? А напрасно. Пронзительно, искренне, талантливо. Браво, Светлана. Мы когда репетировали, ну все плакали. Просто даже в процессе репетиции плакали. Потому что вроде мы переходим на бытовой уровень, начинаем репетировать, вживаемся, где-то едим, где-то смеемся. И потом вот раз и беда. Непонятная, обрушивающаяся на маленького хрупкого человечка. Все плакали, сами плакали. Поэтому, наверное, и в зал перекидывается. Пьеса «Не покидай меня» переведена на словацкий, туркменский, узбекский, украинский, эстонский, литовский, польский и другие языки. Сотни раз она с триумфом шла на многих сценах. В чем ее успех? Возможно, в ее биографичности. В трагедии четырех героинь судьбы тысяч девушек и женщин, не выполнивших свое земное предназначение быть женой и матерью, но исполнивших свой долг перед Отечеством. Увы, не подаривших жизнь будущему, а сохранивших ее для всех нас. В День России в Симферополе состоялось торжественное открытие представительства Россотрудничества, Российского центра науки и культуры. В праздничной церемонии приняли участие руководители государственных и общественных организаций России и Украины, представители Русской православной церкви, российские соотечественники и моряки Черноморского флота. Представительство Россотрудничества в Симферополе официально открылось, однако работа Российского центра науки и культуры ведется уже давно. С 2010 года при поддержке агентства проведено и воплощено в жизнь множество проектов. Олимпиады и республиканские конкурсы по русскому языку, форумы и фестивали, тематические круглые столы. Служить России сушнет тебе и мне, служить России в удивительной стране, где солнце новое встает на небесине. Служить на благо России – это, пожалуй, главная задача сотрудников представительства. Вся деятельность Россотрудничества направлена на формирование за рубежом объективного представления о современной России, ее материальном и духовном потенциале. Очень хотелось, чтобы наш центр, российский центр науки и культуры здесь, в Симферополе, был вторым домом для крымчан, для того, чтобы они здесь поддерживали свой уровень русского языка, для того, чтобы они знакомились с российской культурой, с российской наукой, образованием. Не просто сотрудничество, а настоящая дружба связывает российский центр науки и культуры с моряками-черноморцами, уверен командующий флотом контр-адмирал Александр Федотенков. На протяжении вот уже нескольких лет коллектив представительства и моряки решают общие задачи. Я не мог не приехать сюда, приехать в Симферополь на открытие Центра науки и культуры представительства Россотрудничества. Знаете, вот сегодняшняя газета «Флага Родины», там есть замечательное интервью Александра Геннадьевича Пушкарева, где он говорит о том, что Черноморским флотом у Россотрудничества не просто сотрудничество, не просто добрые взаимоотношения. У нас основа дружба, у нас основа общие задачи, потому что Черноморский флот, он решает те же задачи сотрудничества, сотрудничество между моряками российского и украинского флотов. Настоящим подарком к празднику стала презентация выставки работ мастеров в студии военных художников имени Грекова. Свои лучшие номера гостям дарили артисты ведущих творческих коллективов Севастополя и Черноморского флота. В Ялте начали отмечать знаменательную дату. В этом году исполняется 100 лет дворцу замку «Ласточкино гнездо», который вот уже целый век известен как главный символ южного берега Крыма. В эти юбилейные дни в шедевре зодчества, который лишь недавно обрел статус выставочного центра, экспонируются шедевры русских пейзажистов из фондов Сиферопольского художественного музея. Боголюбов, Верещагин, Сутковский, Поленов, Левитан, Саврасов. Великолепные работы великолепных мастеров. Эти полотна выставляются впервые, пожалуй, с тех пор, как украшали коллекции Русского музея, Третьяковки, Дрезденской картинной галереи и других известных собраний. Часть картин только недавно дождалась своей очереди на реставрацию, а после нее их не представляли зрителю, потому что эти работы небольшого формата потерялись бы среди внушительных полотен экспозиции Симферопольского художественного музея. Камерные размеры залов Ласточкиного гнезда – идеальный выставочный зал для этих шедевров. К счастью, теперь можно насладиться ими, познать мир, переложенный на плоскость холста через душу и настроение абсолютных гениев русского пейзажа. А романтик Дубовской, вот у нас здесь есть работы великолепные, ведь он был настолько увлеченной натурой, что когда у него был назначен день венчания, и он должен был ехать за невестой, он открывает окно и, о чудо, он не мог пропустить вот это освещение, это преломление света, он берется за кисть и забывает, что у него свадьба. За ним посылают нарочных, свадьба все-таки состоялась, они счастливо прожили всю жизнь. Ну вот, вот такой настоящий художник эти работы здесь представлены. Сегодняшняя выставка – достойный подарок юбилею, наверное, самого известного памятника архитектуры и истории в Крыму. Ласточкино гнездо в 1912 году было задумано бароном фон Штейнгелем всего лишь как еще одна летняя дача. Но какая? Русскому архитектору Леониду Шерводу удалось создать непревзойденный шедевр неоготического зодчества. Собственно, на этом счастливые дни Ласточкиного гнезда и закончились. Дворец то и дело переходил из рук в руки, даже принадлежал какому-то совхозу. Трагически известно, Ялтинское землетрясение чуть не стерло его с лица земли, основательно разрушив. Только в 1968 году начались реставрационные работы. Проводились такие работы, как укрепление скалы, заливалась бетонная плита под основанием замка, не разбирая замок. Также восстановилась верхняя часть башни. С 70-х годов до 2011 года в замке располагался ресторан. В 2011 году его передали из коммунального государственного собственности, после чего здесь был открыт музей. К нашему счастью открыт музей. Сейчас в нем проходят замечательные выставки, в частности и та, которая открылась сегодня. Сотрудники дворца музея пока затрудняются назвать точную цифру посетителей Ласточкиного гнезда. Но то, что каждый, приехавший в Крым, обязательно должен увидеть воочию его визитную карточку, это правда. Город у моря. Под таким названием в Доме Москвы прошла выставка севастопольского художника Владимира Преображенского. Она традиционно была приурочена ко дню рождения города и стала продолжением серии выставок, посвященных Севастополю. В новой экспозиции автор представил 60 живописных пейзажей. Улицы Севастополя. Его уютные бухты, небольшие тихие дворики, неприметные маленькие уголки приморского города. Владимир Преображенский, в прошлом известный как художник-маринист, замечает, что сегодня его кисть больше вдохновляют городские пейзажи. Потому что город меня взял и не отпускает. И в связи с тем, что город меняется быстро, историческая часть его меняется настолько быстро и порой не в лучшую сторону, город немножко теряет. То есть вот та душа Севастополя, та фактура, то состояние, то настроение я и стремлюсь передать и оставить в своих работах. И буквально, может быть, за несколько лет, год, два, три, четыре, и картина становится, можно сказать, исторической, потому что уже все поменялось. Первая выставка из этого цикла была приурочена к 225-летию нашего города и прошла в Москве на Старом Арбате, а также в мэрии столицы, а затем переместилась в Севастополь. С тех пор экспозиция стала ежегодным подарком художника ко дню города. Владимир Преображенский подчеркивает, он по характеру реалист, потому и в своих картинах не стремится приукрашать действительность. А для натуры предпочитает выбирать, может быть, и малоизвестные, но не менее привлекательные места Севастополя. Для меня, как для художника, интересна не открыточность, не помпезность в работе, а вот эта камерность, тишина. Ряд новых работ, например, которые представлены здесь, называется «Пришла весна». У меня возле мастерской на Ушаковой во дворе сарае, и возле них маленькое деревце зацвело. Я просто, когда увидел это состояние, я понял, что вот это уголок Старого Севастополя. Большинство картин, представленных на выставке, из авторского фонда художника. 25 были написаны им в течение полугода, специально для этого проекта экспонировались впервые. Критерием отбора, по словам Владимира Преображенского, стало его личное восприятие работ. Пейзажи должны нести настроение, обладать положительной энергетикой. И неважно, написаны они были за несколько месяцев, как к работе из серии «Пришла весна» или отложены, а затем завершены через пять лет, как картина «Городской мотив». Есть у художника и любимое время года, которое он готов отображать много и всегда. Осень я по натуре люблю очень. Осень – это поэтично, это краски, осенние краски, это романтика города. А если еще и дождь, это всегда очень красиво и романтично, и просится на полотно. Сегодня Владимир Преображенский уже начал готовить следующую выставку из цикла «Город у моря», шестую по счету. Он мечтает отправиться с кистью и мольбертом в руках на корабельную сторону, побывать на Малаховом кургане и написать Владимирский собор в Херсонесе. Новые работы мы увидим в следующем году на выставке, посвященной 230-летию Севастополя. На этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин